Право на защиту Право Московской государственной юридической академии Кандидат психологических наук Добрый день Валентина Шустова Студентка первого курса Московской государственной юридической академии Валентина, здравствуйте Здравствуйте Ну и попозже по телефону к нам присоединится Представитель прокуратуры Евгения Будко Давайте мы, наверное, опишем проблему Я попрошу Наталью Костину это сделать Почему мы эту тему берем сегодня для разбора С того момента, когда мы начали заниматься уголовными делами Я для себя отметила вот такую проблему Именно в части уголовных дел Когда у нас допрашиваются свидетели Как в суде, так и на следствии Потерпевшие Как в суде, так и на следствии Очень часто люди неправильно, что ли, понимают задачи Которые перед ними стоят И стремятся всячески С точки зрения адвоката Очернить, получается Подозреваемого, обвиняемого или подсудимого Как правило, они никогда не сталкивались С уголовным производством эти люди И, как я считаю, они дают зачастую ложные показания Способов борьбы, мы об этом еще поговорим Способы борьбы с этим явлением, они существуют Но вот такая проблема, она на самом деле В уголовном судопроизводстве существует И связана с тем, что дав показания на следствие Ты подписываешь протокол В суде задача прокуратуры закрепить твои показания Им, в общем, сюрпризы прокурору не нужны Суду также нужна стабильность судебного акта Он уже видит дело, которое в суд поступило Понимает, какие показания даны Соответственно, от ложных своих показаний Отказаться в суде очень сложно Потому что вам предъявят протокол Скажут, подпись ваша, ваша Добровольно подписывали? Добровольно Тогда вот чем объяснить разницу там показаний, допустим И, как правило, устаивают те показания, которые были даны на следствии То есть на стадии претворительной еще Не в суде, а именно на стадии следствия Да, и часто, как адвокат, вот я являлась свидетелем того Что, допустим, сидит человек, дает показания Следователь говорит, ну вы точно помните или нет? Допустим, свидетель говорит, ну нет, я не точно помню Ну давайте укажем, что вы помните именно вот так Давайте, то есть вот эти вот ложные, неточные показания Они уже попали в дело И потом бороться с ними очень сложно Ну вот Наталья сейчас, как руководитель уголовной практики Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры говорит Да, Кировского отделения Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры Со своей стороны, со стороны следствия, наверное, есть какие-то мотивы все-таки Для того, чтобы свидетеля, ну, так скажем, конкретизировать его показания Да, они же тоже заинтересованы Следователи задачи раскрыть преступление Соответственно, они ищут того свидетеля, который может дать Определенные свидетельские показания, изобличающие Их, как правило, оправдывающие свидетели не интересуют И я считаю, что это все связано с давно известной всем поговоркой Дыма без огня не бывает Если человек попадает, как сказать, вот в эту систему Уголовного производства, уголовного судопроизводства То, соответственно, любой человек пытается как бы в суде очернить Но это происходит непроизвольно Я вот тут уже Виталия Комлева спрашиваю Это непроизвольно происходит? Это такая психологическая реакция срабатывает у человека То есть он отдает себе отчет в тот момент, когда он какие-то показания, может быть, не совсем достоверные дает, что он неправ? Или он верит в то, что он рассказывает? Вот вы знаете, с точки зрения психологии, в частности, юридической психологии Вот здесь может быть несколько ситуаций То есть первая ситуация может быть, когда человек, он не хочет врать Но является просто некомпетентным в той или иной ситуации Допустим, у него была какая-то информация, но ситуация изменилась Он об этом не в курсе о том, что ситуация изменилась Второй нюанс Не каждый человек, то есть не каждый профессионал Может четко дифференцировать источник информации То есть для кого-то, для кого-то обывателя Те же самые слухи, они являются достоверным источником И он убежден, что это объективная реальность То есть сообщает об этом Потом мы его можем заявить, что да, он соврал Ну как, он же считал, что он правду говорит Да, 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 то есть он прочитал, что в интернете ему сказали друзья То есть для него может быть самый большой источник информации Это, к примеру, для профессионалов там, для судьи, прокурора там Для него есть какая-то определенная дифференциация Что те же самые слухи не являются достоверными источниками информации Кроме того, вот ситуации, когда человек осознанно искажает информацию Это, ну, на поверхности их как минимум две Первое, это когда человек, к примеру У него есть некий комплекс, то есть неудовлетворена потребность Повышения собственной значимости И когда он оказывается в ситуации, когда вроде как Никто не знает на его взгляд каких-то нюансов А он их знает, вот, при том, может быть, знает не полностью Но вот для повышения собственной значимости он может преувеличивать ситуацию Домысливать что-то Да, домысливать что-то, да Ну, здесь мы говорим об удовлетворении такой потребности в собственной значимости То есть вот он в центре внимания оказался То есть он, не знаю, там, ну, находился на самой низкой социальной ступеньке Даже там, может, не был рабочим там или еще что-то Но вот здесь он оказался в центре внимания Поэтому для того, чтобы повысить внимание к себе со стороны других людей Вот он может вдруг выдавать некие такие сенсационные вещи, да И все к нему будут прислушиваться, задавать вопросы, то есть он окажется в центре внимания И третья причина, когда человек может врать осознанно Это уже так называемое манипулятивное поведение Когда он врет с целью, чтобы изменить поведение или принятие решения других людей То есть уже осознанно искажает факты Но здесь необходимо иметь в виду два момента Вот вероятность такого поведения, оно значительно повышается Если, как минимум, человек уверен, что никто больше не обладает подобной информацией Раз, и второе, когда ее нельзя или очень сложно проверить То есть в противном случае, если человек психически нормальный Понимает, что кто-то еще знает альтернативу или еще что-то То есть это вот, ну, мы, наверное, попозднее поговорим То есть, забегая вперед, просто скажу, что вот Один из методов борьбы с такой ситуацией Это когда мы демонстрируем человеку, что там есть люди, которые тоже осведомлены в этом деле То есть три причины дачи недостоверной информации в суде Это, собственно, некомпетентность Раз, это, скажем так, неудовлетворенная потребность собственной значимости Самореализация Да, 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 да И третье, это осознанное манипулирование поведением других людей Ну, я не знаю, есть ли вот этот мотив как определяющий Насколько он часто используется Но вот это вот негативное, например, отношение, да, к там, субъекту, в отношении которого даются показания свидетельские Они ведь тоже могут свою роль сыграть То есть вот тут на стадии... А вот здесь, мне кажется, это как раз и манипулирование Да, да, да То есть, допустим, кто-то из моих родственников или друзей, допустим, дал изобличающее показание Я могу их подтвердить, но они неправда И я помогаю этому человеку, потому что я уверена, что больше очевидцев не было Мы, допустим, два свидетеля этой ситуации Вот это манипулятивное поведение Да, 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 абсолютно верно, да Причем вот в деле у Сергея Чурина такие показания были Прошлый наш кейс, который мы разбирали, да А насколько вообще история, это часто повторяющаяся? Ну, вот тут я не знаю, наверное, к Наталье Костиной больше вопрос Как часто приходится с такими вещами сталкиваться? Мне кажется, что в каждом уголовном деле По разным мотивам Вот для меня это проблема, на самом деле, для себя психологического плана То есть меня это, ну, не знаю, как сказать, волнует, раздражает Мне не нравится, когда люди такие показания дают Уточняющие вопросы задаем, они оказываются некомпетентны Вот это первая причина дачи таких показаний То есть есть желание, чтобы человека наказали Он понимает, что он винтик в системе правосудия Какой-то там величественной, великой судебной системы И что он должен помочь обязательно наказать виновного По его мнению, да Вот это дыма без огня не бывает, вот оно всегда так и работает Но в таком случае разве органы следствия не должны критически относиться К показаниям всех свидетелей Ну, органы следствия критически навряд ли будут к ним относиться Потому что... То есть у них на предварительном этапе, мне просто вот интересно Они просто записывают изобличающие показания На предварительном этапе задача следствия просто найти Очертить весь круг людей, которые могут что-то там о каком-то факте рассказать То есть и на первоначальном этапе задумываться вот так глубоко По каким мотивам человек может что-то там недоговаривать Или переговаривать, например, да У следствия такой задачи не стоит Ну, здесь, наверное, я что еще добавлю Существует ведь, опять же, такая вещь, как презумпция невиновности То есть сразу же говорить, что человек осознанно Или подозревать человека, что он осознанно искажает информацию У следствия должны быть какие-то для этого основания То есть изначально следствие все равно подходит, что все люди Ну, никто из них закон не нарушает, все говорят так, как оно есть Мы изначально предполагаем, что человек добросовестный, он говорит правду Да, все верно Я не могу относиться критически к показаниям человека, который добросовестный и говорит правду Для меня это правда А адвокат же, он же с уголовным делом знакомится уже после окончания следствия То есть когда мы видим вал этой лжи Соответственно, следующая задача у нас с ней как-то бороться Ее разбивать Но это бывает потом На стадии следствия-то мы, как правило, лишены такой возможности А получается, ты круг какой-то, да? Практически, да Вот путем очной ставки можно еще, да, выяснить, кто врет, а кто не врет Но и очная ставка бывает, что не дает никаких результатов То есть все остаются на своих позициях Один говорит, я видел Второй говорит, а я не видел Все Противоречия как были, так и остались При этом эти противоречия невозможно снять в судебном процессе Потому что у суда возникают вопросы к свидетелю, меняющему показания Ну, в том числе и да Я не знаю, как на это реагировать А давайте мы Валентину спросим То есть Валентин человек достаточно молодой Еще только-только погружается во все это Но мы перед нашей программой Валентина узнали, что у нее есть опыт работы понятой Да Насколько для вас это в вашем образовательном процессе полезный опыт? Что вы взяли из него для себя? Я участвовала в разных мероприятиях следственных Я уже на собственном опыте вижу, как они происходят Не только читая учебник, а само действие вижу Вижу, как много документов заполняется, как это все важно И уже что-то для себя беру К примеру, куда может быть я в будущем пойду Что мне интереснее всего, какие преступления интереснее всего Может быть расследовать экономические или еще какие-то Это довольно интересно студентам Я вот так могу сказать Про понятых-то смотрите, это ведь отдельный разговор То есть институт понятых Это вообще Особенно когда это студенты Кто вас направляет на определенные следственные действия Руководитель вашей практики или нет в этом органе? Мы говорим здесь о заинтересованности, в том числе понятых зачастую Когда ваш руководитель говорит вам Вот вы сегодня едете на следственные действия Вы изначально уже настраиваетесь на помощь следствию, правильно? Ну да, нам предлагают Вот я как первокурсница, нам предлагают, мы участвуем А потом уже нам звонят следователи и спрашивают Можете ли вы помочь, не можете Вот, один раз нас на улице попросили Ну вот такое бывает Ну это случайно было на улице Да, случайно Ну просто вот мое-то опять дилетантское мнение, что понятые Ведь это первые люди фактически должны быть попавшиеся То есть если где-то что-то происходит в доме каком-то Идут по соседям, да, по квартирный обход Берут там 2-3 человека, говорят Да, хорошо, если это так И этих понятых мы потом сможем найти А если это студенты, данные о которых зачастую заносятся даже без указания паспортных данных Мы их потом даже в суд вызвать не можем, честно говоря, адвокаты Их не найти никто не может Им даже привод там судья пытается привезти Но нет такого адреса и такого человека не существует нигде Ну у понятых, мне кажется, ведь тоже есть какая-то, ну, не знаю, задача У них ответственность тоже есть, да, за задачу, соответственно, ложных показаний Но у меня вопрос Вот у нас перед нами студент, там, участвовал в следственном действии Насколько хорошо он понимал ход этого следственного действия Критически ли он мыслил в этот момент Все ли он видел или что-то ускользнуло от его глаз Написал ли он замечания в протоколе Такой понятой, который замечания в протоколе пишет Он не нужен правоохранительным органам Я думаю, что никто никаких замечаний никогда не пишет Ну да, это формальностыка А потом, да, спустя год, допустим, мы вызовем нашу студентку, да, понятую в суд И спросим, вот, опишите ход следственного действия А она ведь уже и не помнит Да, конечно Она скажет, я все подписала, все было при мне Все было так, как указано в протоколе Ценность этого понятого для нас равна нулю И еще, наверное, то, как было в реальности И то, что она потом подписала в протоколе Это тоже ведь может отличаться Может? Да Ну, как обычно, при нас оставляют протокол Нам дают его почитать Объясняют И перед ходом действий следственных Нам тоже разъясняют, что это будет Какое мероприятие Не в таких вот прям подробностях А в общих чертах Что будет происходить Ну вот какие-то простые следственные действия Я согласна Выемка там какой-то, допустим Что-то еще То есть паспорт Вы там у меня выемку паспорта Делаете, допустим Не знаю Здесь все просто Вот следователь говорит Вот смотрите, вот это паспорт Мы его описали Там все расписались Вот все приобщили Его там к материалам дела А когда это, например, копирование информации С одного компьютера на другой Либо с какого-то носителя на компьютер Вам следователь говорит Вот смотрите, я копирую Откуда вы знаете, что у нее уже нет папки Такое же точно Уже, что эта информация уже не перенесена туда И она там не искажена Вы ведь не уверены, что вам показывают В таком случае надо бы замечание написать Что мне предъявили Вот там рабочий стол На котором была куча папок И вот одной из папок там была Ну вы же за этим не следите Вам показывают, что вот копируют Вы верите в это Потом подписываете протокол Оказывается, скопировали то или не то Ну в общем это Мы у Валентины не спросили Вы вообще в качестве понятой были Вы вот, ну за какими действиями наблюдали Можно же об этом рассказывать, да? Ну да, я думаю, что да Я думаю, что это мы не называем Ни дело конкретное, ни фамилии Были от отдела по борьбе с наркотиками Прослушивали звонки телефонные Изъятый телефон просматривали Ездили на здание Которое должно было достроиться Несколько лет назад Еще все стоит недостроено Вот такое дело у нас было Ну, наверное, прям из ярких Вот все Ну вот если возьмем, например Ну вот дело по наркотикам Мне кажется, такое достаточно распространенное Да, история Вы зачем наблюдали? За процессом изъятия какого-то вещества Откуда-то? Или как это было? Мы выезжали на определенное место И по определенным координатам Мы искали А, понятно То есть вот была у следствия информация Что по каким-то координатам Где-то закладка, видимо, да? Да, и вы ехали и смотрели Действительно ли она там есть Да, находили По сути выемка, да С участием понятых Да Понятно Ну, интересно Опыт уже большой, да Да Прекрасный опыт По крайней мере, вы точно знаете Что не надо откликаться на объявление О работе Там до 16 тысяч рублей зарплата за неделю Сто процентов понятно Что это за информация такая Что это за работа Ну и, наверное, перейдем к следующему нашему вопросу Это вопрос будет Виталию Александровичу Как распознать ложные показания? Какие практические советы вы можете дать? Я имею в виду вербальные и невербальные признаки лжи Вербальные и невербальные признаки лжи Опять, давайте дифференцируем четко То есть, опять же, если ложь у нас идет от некомпетентности человека То это, естественно, проявляться никаким образом не будет, да Поскольку он сам убежден, что он говорит все-таки достоверную информацию Если он искажает информацию с целью манипуляции То мы, опять же, должны, ну, вкратце, затронуть некий такой психологический механизм То есть, для того, чтобы осознанно Даже если он заранее что-то придумал, какую-то историю То есть, у него в голове идет некое конструирование несуществующей ситуации То есть, этого в реальности нет, но в голове он эту картинку сложил То есть, работает не память, а воображение работает Да, все верно, работает воображение То есть, он в голове у себя нечто такое конструирует Поэтому здесь есть несколько нюансов Во-первых, ну, при этом он использует определенный стресс А во-вторых, это в той или иной степени Это уже, кстати, ученые давным-давно заметили Оно проявляется в каких-то вербальных и невербальных проявлениях Ну, например, вот достаточно распространенный метод невербального проявления Это движение глаз То есть, вот давно замечено, если человек, пытаясь вспомнить какую-то информацию То есть, чаще всего у нормального человека глаза идут вправо-вверх Вот, если он пытается... Ну, то есть, речь идет о визуальной информации То есть, когда мы его спрашиваем, какого цвета был плач там Ну, там, у человека, которого вы видели, да? Он вспоминает вот это Да-да, он вспоминает, глаза идут вправо-вверх Если он пытается конструировать, то глаза идут... Ну, опять же, визуальную какую-то картинку То есть, он придумал некую историю, да? Где там, говорит, что там был еще какой-нибудь светиль Или там убийца там, или еще что-то Вот, и когда мы его спрашиваем И он вынужден конструировать какую-то визуальную картинку Уже глаза идут влево-вверх Но здесь я хочу обязательно обратить внимание вот на какой нюанс Если, я студентам ее очень часто привожу, к примеру Если эта информация у него находится, скажем так, в оперативной памяти Где ему не надо, не обязательно напрягать мозг, чтобы ее вспомнить Допустим, если мы спросим у студента, что он кушал там на обеденном перерыве Там, ну, там, не моргнув глаза, он скажет Ну, не будет никуда двигать глаза А сразу же скажет, там, котлету, макарону, там, еще что, на булочку съел Вот, но если мы начнем углубляться в детализацию Спросим, а какого цвета были волосы у кассира? Да, вот здесь уже все Здесь может начаться движение глаз То есть, эта информация для человека незначима Она в оперативной памяти не находится И ему необходимо уже принимать Прилагать какие-то усилия для воспоминания этой информации А если студент, к примеру, в это время столовой не был, он мне соврал То он вынужден начать рисовать эту картинку, да? Придумывать Да, придумать, придумать Вот, а уже глаза пойдут совсем в противоположную сторону А это зависит от того, правша или левша человек Вот это вправо-влево смотрит? Да, это зеркально, да Понятно То есть, в таком случае, слушайте, любой следователь, который проводит действия Вот на первоначальном этапе опроса, там, свидетелей, да? Он должен все эти вещи знать и в голове держать А держат? Слушай, мне кажется, что нет Вот здесь я вам что хочу сказать Вот вы понимаете, вот все эти невербальные движения Это все равно имеют какой-то определенный допуск к достоверности И мы не можем сказать, что когда у человека... Сто процентов он врет, да? Да, глаза вверх пошли, мы не можем ему сказать О, ты врешь, врешь, мы тебя понимаем Ты же в небо смотришь, а не вправо Мы должны понимать, что это, скорее всего, дело в этом И мы понимаем, что левшей все-таки не так много То есть, в 70% случаев все-таки мы общаемся Как минимум в 70%, а так-то гораздо больше Это мы все-таки общаемся с правшами И вот такая реакция, она может нами учитываться вполне Кроме этого, помимо глаз, есть же достаточно большое количество других невербальных Признаков Признаков, да, вот, к примеру, считается, что Если мы задаем человеку вопрос, он до этого, ну, активно, к примеру, жестикулировал И после этого, раз, и у него происходит фиксация жестикуляции Это не признак того, что он врет Но вот наш уточняющий вопрос вызвал у него некую стрессовую реакцию То есть, все, вот это уже ситуация интересна То есть, он нам что-то конструировал, он нам что-то рассказал, придумывал Вот, мы ему задали уточняющий вопрос Все, раз, и у него пропала жестикуляция резко Все, это для нас То есть, в тупике он Да, 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 для него этой ситуации неприятно Он, да, он может здесь быстро экспромтом попытаться, что нам еще выдать Но мы понимаем, что уже у человека стрессовая ситуация Он рассказывает не то, что было на самом деле Скорее всего Хотя, опять же, мы должны понимать, что это, опять же, какая-то вероятность Потому что вполне вероятно мы сейчас произнесли какое-нибудь слово С которым у человека была, к примеру, связана детская травма Но вероятность этого, мы понимаем, что это уже небольшая Но она есть Да, она есть То есть, стресс может возникнуть либо из этого, либо из этого То есть, мы должны это четко понимать Вот Есть еще масса других Вот, к примеру, если мы возьмем вербальное То резкое увеличение в речи человека слов паразитов, слов проговорок То есть, понятно, что у многих людей это связано с коммуникациями То есть, у них изначально много слов паразитов Там он постоянно говорит, э, ну вот, там, еще как-то Значит Да, значит То есть, если он говорит это изначально, это абсолютно ни о чем не значит Говорит о том, что, ну, у человека есть такой минус в коммуникации Если у него этих слов паразитов не было И вдруг они появляются И вдруг они резко появляются Да, вот, всё, мы снова же понимаем, у человека пошёл какой-то стресс. Дальше, если, опять же, мы рассматриваем вербальные варианты, то человек, который говорит правду, его, естественно, может подвести память. Он может, ну, просто элементарно это. Опять же, в психологии есть такой феномен, интересно, отмечают, что большинство людей говорит, что у них память. Ну, не очень, ну, никто не скажет, что у них низкое мышление, да, с памятью такое может быть. Человек нам что-либо рассказывает, вдруг внезапно может вспомнить какой-то важный элемент, упущенный или забытый. И он задним числом может сказать, ой, извините, я вот здесь забыл такой нюанс, и добавлю, либо вообще скажет, извините, давайте я вам ещё снова перескажу. Вот это признак, что, скорее всего, человек говорит всё-таки правду. То есть, когда он вдруг вспоминает нюанс, да, потому что человек, который конструирует, его система, она безгрешна всегда. И даже когда мы его ловим на каком-то противоречии, он будет до последнего отстаивать, что он сказал абсолютно правду, он ничего не забыл. А вот человек, который, ну, говорит, что, ой, да, извините, я тут упустил такой важный момент, то есть, ну, скорее всего, он пытается нам рассказать то, что было в реальности. Либо он хорошо подготовлен, врет и что-то забыл сказать, а потом вспомнил, что ему нужно этот признак. А может, он ещё и знает вот о всех этих особенностях, и специально отложил что-нибудь там. Вот знаете, где-то ещё в литературе для юристов, я читала, да, было указано, что одним из вербальных проявлений лжи является частое потребление буквы «Р» вот в своих показаниях, когда, например, количество этой буквы увеличивается в показаниях, соответственно, есть такое или нет? Вот дело в чём, вот таких нюансов, их может быть просто огромное количество. Здесь речь в чём, вот я его просто назвал, ну, глаза, понятно, там, жестикуляция. То, что легко бросается вот неподготовленному, непрофессиональному человеку, то есть, обычный человек этому легко может научиться. То есть, раз там вдруг вспомнил, что раз человек как-то жестикулировал-жестикулировал, у него пропала жестикуляция. Но контролировать речь по поводу буквы «Р» – это уже… Это можно сидеть контролировать. Это шпионам надо быть, наверное, в этот момент. Да, если вы не общаетесь. Со специальной подготовкой. Вот таких нюансов их достаточно много. Но вот, опять же, нюансы те, которые мы можем контролировать, общаясь с человеком, да, жестикуляция или ещё что-то. Но вот контролировать количество букв «Р» – это довольно-таки сложно. А громкость голоса, например, тоже является показанием того, что что-то меняется. Громкость тембр – это всё тоже показывает скорость, особенно голоса. То есть, когда человек говорит недостоверную информацию, он пытается проскочить на место. Очень неприятно. Быстро-быстро-быстро. Да-да, он начинает… Вот когда речь ускоряется у кого-то, это, опять же, один из признаков. Он хочет проскочить неприятную. То есть, сказал – всё, дальше пошёл. То есть, тоже признак. Вот их много. Другое дело, что вот за речью следить гораздо сложнее, чем вот за какими-то внешними проявлениями. Вот за своим построением речи. Это если мы говорим о злонамеренности какой-то, да? Да-да-да. Допустим, вот как я сказал про слова «паразиты», ну, мы знаем, что они нас очень часто раздражают. То есть, мы можем подцепить на раздражение, да, что вот, ага, почувствовать, что-то нам как-то неприятный человек стал говорить. А, у него слова «паразиты» появились. Понятно всё. То есть, он оказался в стрессовой ситуации. Давайте-ка с этого места с ним более подробно вот этот нюанс обговорим. Вот. Ну, давайте мы сейчас сходим на рекламу, и после этого вернёмся. Право на защиту Продолжаем программу. Виталий Кумлев, нашей студии, доцент кафедры криминологии и уголовного права Кировского филиала Московской государственной юридической академии, кандидат психологических наук Валентина Шустова, студентка первого курса МГЮА, Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнёры Яна Лапшина. До перерыва мы говорили, нам Виталий Александрович рассказывал там спектр тех вещей, на которые надо обратить внимание, и я в перерыве сказала, ну вот мне кажется, что следователь, который проводит опрос свидетелей, например, да, ну в момент сбора там доказательной вот этой вот базы всей, он вряд ли обращает внимание на все эти вещи. Куда пошли глаза, как жестикулирует человек, повышается или не повышается громкость его голоса, частит ли он в речи. То есть вот я сколько видела там показаний записанных свидетельских, да, вот это с моих слов записано верно и прочее, да, я ни разу не видела, чтобы там обращалось внимание на это, это к делу не пришьёшь. Это и не предусмотрено процессуально, да. Потом следователь, он же пока слушает свидетеля потерпевшего, он же печатает, то есть у него непосредственно визуальный контакт с объектом, то он тоже ограничен. Понятно, что следователь, скорее всего, в силу там своего опыта и постоянного общения с людьми, он понимает, что кто-то что-то недоговаривает или переговаривает, но если его суть содержания показаний устраивает, то этого достаточно. Потому что, смотрите, в суд-то ведь мы не всегда потерпевших там свидетелей можем позвать, иногда мы можем просто огласить их показания, а когда мы оглашаем написанную речь, здесь уже никаких глаз и интонаций голоса уже нет. Да, я вот хотела узнать, является ли признаком лжи, когда свидетель хочет убедить того, кого он рассказывает и добавляет какие-то лишние детали, там что-то о себе, что он делал, и как будто он хочет именно показать, что он точно говорит, но лишние детали, много лишнего. Лишние это, смотря что, если он их придумывает, это одно. Ну вот если вот он, к примеру, заготовил какую-то именно ложную историю рассказать, и он очень много лишнего говорит, как будто хочет убедить собеседника, что он говорит правду. Излишние детали какие-то. То есть прям всё продумано, то есть в тот день я встал там в 8.05, в 8.06, я выглянул в окно, была ясная погода. Историю, да, рассказывают, они вспоминают то, что было. Здесь вот опять же насчёт лжи очень сложно сказать, поскольку человек просто сам по себе может быть пунктуальным. То есть мы можем в жизни очень часто сталкиваемся с людьми, есть люди, которые просто очень поверхностно говорят там, ну я встал, пришёл туда-то, там поработал, вернулся домой, вот так же весь его день прошёл. А кто-то, да, вот у меня есть пара таких друзей, с которыми общаться вот достаточно тяжело, то есть они начинают детально, если ты их о чём-то спросил, они начинают рассказать это всё детально. То есть мы опять же, видите, говорим, что вот все эти вот сигналы вербальные, невербальные, они в более редких случаях могут иметь ещё другое объяснение. Вот почему, допустим, это, ну так же, как вот если мы обратимся, такая вещь, как полиграф, да, инструментальная, его же тоже в суде, как в качестве элемента обвинения использовать не могут, потому что он Потому что Верховный суд так сказал. Но с другой стороны, опять же, он не может гарантировать, что всё-таки человек врёт конкретно. Там очень много нюансов, это отдельный долгий разговор. Вот то же самое касается и вербальных, невербальных сигналов. То есть если человек, вот кстати, это такими вещами, насколько мне известно, поскольку я тоже работал много в этой сфере, это менеджеры по персоналу. То есть вот, когда они подбирают смену на работу, кого-то, они должны также собрать очень много информации, да. И у них вот это очень много, очень сильно распространено. Потому что в отличие от суда, они сами делают вывод, брать этого человека на работу не брать. Если вот много идёт таких негативных сигналов, что человек, скорее всего, врёт, вот, то тогда они принимают решение ему отказать. Они здесь, ну, как бы, имеют право это делать. Вот. У них это является, как бы, достоверным. А в суде там немножко ситуация другая. Вот. И суду всё-таки надо, нужна та информация, которая близка к стопроцентной. То есть если есть малейшее сомнение о том, что человек двигал куда-то глазами, и это связано не с его ложью, а вот опять же с какими-то переживаниями, ну, детства там или ещё что-то, вот тут уже вопрос возникает. Можно ли это приобщать к делу? Вряд ли. Вряд ли. Да. И даже нет, я хочу сказать. Да, 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 да. Суд тоже потом опирается на протокол судебного заседания, где уже глаз нет, и он забывает уже о том, кто какие показания давал. У нас пять минут остаётся до конца нашей программы. Мы хотели набрать ещё представителя прокуратуры Евгению Будко, помощника прокурора области по правовому обеспечению, рассмотрению обращений и приёму граждан. Мы попросим Евгению нам ответственность, да, описать. Рассказать о статистике привлечения, вот у нас уголовная ответственность предусмотрена статьёю 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, и это преступление мы называем лжесвидетельством. Вот хотелось бы нам узнать, какова статистика? Евгения с нами на связи. Евгения, добрый день. Добрый день. Евгения, да, добрый день. Слышали ли вы наш вопрос по поводу того, какова статистика по статье лжесвидетельства? Таких уголовных дел на самом деле возбуждается не так много. В принципе, они единичные. Какая-то конкретная статистика нами не ведётся по этому вопросу, но вот могу отметить, что их незначительное количество. А они, Евгения, вот такие дела существуют в связи с сдачей ложных показаний в суде или всё же на следствии? Кто выявляет эти преступления? Как правило, подобные преступления совершаются именно на стадии следствия. Вот с коллегами буквально несколько дней назад пытались проанализировать этот вопрос, и вот в последние, наверное, может быть, лет 5-7 таких уголовных дел, именно возбужденных за дачу ложных показаний в суде, их не было. Евгения, а мера ответственности какая? То есть, если человек, например, недобросовестно заблуждается, что называется, а если злонамеренно даёт ложные показания, что ему может грозить? Значит, в соответствии с положениями статьи 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за заведомо ложные показания, также заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод, предусмотрено наказание вплоть до исправительных работ на срок до 2-х лет, либо арест на срок до 3-х месяцев. Если же эти деяния соединены с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, то они тогда будут наказываться принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на этот же срок. Ну, тут значительные, если история грозит человеку, которого оговаривают, получается, да, каким-то серьёзным наказанием, получается, что человек, который врёт в суде, либо на стадии следствия, он тоже получает... Может получить, но не факт, что получится. Может получить, да, жестокое наказание достаточно. А вот вопрос у меня ещё по поводу потерпевших. Мы как-то сосредоточились на свидетелях, а потерпевшими двигают примерно такие же мотивы, да? Да, абсолютно верно. Тут другое дело, что манипуляция может быть направлена на то, что, опять же, у человека какая-то непризнь подозреваемую или ещё кому-то, то есть он хочет сделать так, чтобы он получил максимальное наказание, я так понимаю. Из личных каких-то соображений. Да, да, да. Ну, и у нас в заключении не остаётся не очень много времени, да? Мы Евгению уже можем отпустить, я так понимаю. Спасибо большое Евгению. Будко мы отпускаем, да, и финалимся уже. Давайте подытожим, какие способы борьбы с ложными показаниями существуют и есть? В психологии? Ну, я думаю, что да. Ну, скажем так, для начала я этой темы уже касался, то есть создать ситуацию, когда мы минимизируем, что человек нам даст какие-то ложные показания, это когда мы сможем каким-либо образом продемонстрировать, что у нас есть эта информация, то есть не сообщить эту информацию, а сойти, что у нас есть ещё. То есть куча уточняющих дополнительных вопросов либо со ссылками. Нет, нет, это уже немножко другое. Именно сказать, что у нас ещё есть масса... Помимо тебя есть свидетели. Помимо тебя есть, да, свидетели, которые также могут что-то подтвердить или опровергнуть. То есть, понимаете, даже если человек совершая, ну, скажем так, даёт недостоверную информацию второго типа с целью там повышения своей самооценки, и когда тут масса людей будет против него свидетельствовать, это у него произойдёт обратный эффект, то есть он не заинтересован, вот, в этом случае врать. Второй нюанс, это да, уже как стали говорить, это когда, вот, опять же, один из приёмов, когда мы замечаем вот какие-то невербальные или вербальные особенности поведения человека, который указывает, что он, скорее всего, врёт. Вот здесь самый распространённый приём, это мы не кричим, что вот, ага, ты соврал, у тебя глаза куда-то пошли, мы тебя понимали. Нет, ни в коем случае. Мы начинаем задавать большое количество уточняющих вопросов по деталям, потому что быстро конструировать несуществующую ситуацию довольно-таки сложно. Очень мало людей, которые могут её быстро конструировать и при том не запутаться. То есть вот, задавая очень быстро вопросы, мы можем просто человека вывести на противоречие о своих же собственных словах. Ну, это надо, мне кажется, большим быть профессионалом, чтобы уметь это всё отследить. Ну, мне кажется, что в уголовном-то судопроизводстве там и органы прокуратуры, и суд, и адвокаты, в принципе, навыками нужными-то обладают. Более того, я что вам ещё хочу сказать. Вот есть такая, ну, я поскольку работал ещё силой в структуре, имел отношение к переговорам, там нюанс вот, почему, к примеру, переговорщики предпочитают, ну, силовые в частности, работать парами? Потому что в то время, как один переговорщик ведёт непосредственно переговоры, вообще, опять же, психологи давно заметили, что ни один из людей не может выполнять несколько действий одновременно. То есть раньше считалось, что женщины могут, сейчас нет, оказалось, что женщины тоже не могут, у них только выше переключаемость одного дела на другое. То есть когда человек что-то быстро говорит, ему сложно выполнять какие-то действия. Сложно, то есть не невозможно, а сложно фиксировать какие-то невербальные, там, обдумывать дальнейший ход действия. Поэтому оптимально два переговорщика. То есть один отслеживает сигналы, продумывает, что он потом скажет, да, а другой ведёт непосредственно коммуникацию в данном случае. Вот в суде, я так понимаю, там много людей, которые заинтересованы в установлении истины. То есть всё равно, когда кто-то говорит, другие всё равно наблюдают за тем, кто что-то отвечает, да, и делают какие-то выводы, да, что-то фиксируют про себя. Может, осознанно, неосознанно, но понимают, что вот здесь вот что-то как-то вот про себя, что, на мой взгляд, подследственный ведёт себя как-то не совсем, на мой взгляд, правильно. То есть люди зачастую даже объяснили, может быть, это не могут. Но вот появилось ощущение, что я бы его поспрашивал в этом ещё нюансе. Либо свидетели. Да, 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 да. Либо потерпевшего. То есть в суде это вот немножко проще, чем когда человек общается с другим человеком, то-то-то. Ну, таким образом делаем вывод, что у нас, несмотря на довольно частые всё же факты лжесвидетельства, которые в том числе и многие судьи у нас подтверждают, они это не скрывают, что признаки состава преступления почти в каждом суде есть. Но латентность большая этих преступлений, потому что они до суда не доходят, суд не выделяет отдельные материалы зачастую, да, производства по этим делам. Вот мы приходим к выводу, что это явление есть, что с ним, в принципе, можно бороться, но это достаточно сложно. И мы надеемся, что какие-то, не знаю, передовые технологии в будущем позволят нам распознавать это намного лучше, чтобы не зависеть просто от лжесвидетельства никогда. Спасибо большое нашим гостям. Программу на этом завершаем. Мы с Натальей Костиной прощаемся. До свидания. До свидания.